Всем доброе утро. Не могу не поделиться с вами красотой. Сейчас покажу. Это вообще какой-то шикардос. Лепута. Красота. Смотрите. Не говорите, что вы не видели. Море, море. Это море или зеркало? Непонятно вообще. Классно. Может быть, сегодня вырвусь на пару часиков на морюшко. Ой, даже ничего не это. Я так загляделась, что вы тут совсем не в фокусе даже. Вы знаете, как говорят о политике и о Боге? Не говорят, да? Вот у меня одна клиентка есть. Она тестировала... Как это назвать-то? Сейчас подумаю. Яговы свидетели, что ли. Так, по-моему, если перевод. Но тоже там Библия, Бог, все дела. Она мне даже свою карточку оставила, чтобы там это в интернете полазить. И вот мы что-то разговаривали с ней. Вот. Ну, она там меня спросила. Молодая женщина, кстати. Может быть, чуть постарше меня. Вот. Они там вот в городе, на площади становятся у нас. И, ну, дают вот разные брошюрки. Не знаю, призывают к Богу, скажем так. Вот. И вот она рассказывала что-то там. А, что-то она мне говорила. Ну, вот мы начали говорить. Она говорит, все это было предписано. Вот этот вот вирус, все дела, вот экономика в мире падает. Она говорит, все это было предписано уже в Библии. А я такая говорю, а там не написано, когда это все закончится. Она смеется, говорит, нет. Но, говорит, зато после этого всего плохого времени наступит очень хорошее время. И будет только все цвести, как говорится, и расцветать. Ну, меня это обрадовало. Вот. Вот, я так думаю, что это просто високосный год такой дурацкий. Вот. Столетний, ну, столетий как-то год и високосный. И что в следующем году все это пройдет. И действительно наступят такие хорошие времена. Вот. Ну, мы просто с ней поговорили о том, что, вот, допустим, в Испании там делают первое причастие. Когда иной раз дети даже не понимают, что это такое. И для них этот праздник только что подарки им дарят. Там веселятся все, пьют и гуляют. Да. На самом деле первое причастие, ну, это религиозное такое действие, да. Хотя, знаете, они дети тут из церкви, по-моему, два года ходят до первого причастия. Где им там рассказывают. Это обязательная процедура. Когда дети ходят, вот, на службы. Им там батюшку рассказывать все. Ну, потом все это забывается. И, в общем, да. И что свадьбы проходят в церквях только ради, как все говорят здесь, ради красивых фотографий. Вот. И что вот. А мы с чего-то... Ну, в общем, хорошо с ней так поговорили. Она, знаете, ненавязчивая такая вот. Я не люблю, когда вот тебе, что мне что-то навязывают. Вот прям вот, вот надо вот. И вот ты вот так должна делать. Все. Это у меня прям на все охота наоборот сделать. А она так вот рассказывала. Даже, знаете, интересно, что... Появлялся интерес зайти на эту страницу, посмотреть, что же там такого. Так что, видите, мы разговариваем на разные темы. О политике я не очень говорю, потому что неинтересно. Во-первых, я не хочу в ней разбираться. Это не мое дело. Есть более люди образованные. А во-вторых... Да ну нафиг, о блядь, что это такое? Что это такое? Что-то мне... Мне надо еще отрегулировать все звонки, ватсапы и все дела. Потому что иной раз как-то это начинает... Начинает пикать и не пойму, от чего пикает. Ладно. Посмотрю. В общем, съездила в Меркадону. Я тут себе на обед жарю рыбу. Карбина и картошку мятая у меня будет вкуснятельная. Что-то прям захотелось. В Меркадоне немного себе купила. Арбуз. У нас по 73 копейки. Еда для Чучи. Вот. Еда для Чарли. Ну это для зубов вкусняшка. Ну вкусняшка. Вот эти, кстати, вот отбивные. Они очень вкусные. Из Меркадоны вот на 3,54 меня вытянуло. Они обалденно вкусные. Прям вот ням-ня. Ну семечки. Я наркоманка семечная. Вот. Ну и естественно черешню. А я сделала вот зачем? За чесноком. Чеснок закончился. И пару вот таких вот пачек. Мороженых пачек. Громко сказано, там всего 2 мороженых пачки. Так что вот так вот. Я вчера дурында. Мне из-под хлеба не помыла вот эту фигню. И короче он у меня естественно не отмывается. И вот я его замочила. Чтобы батарейка села. Подзарядила. Чути пока тут ковровое покрытие сменила. Поставила ему бассейн. Вот. Еды насыпала. Воду сменила. Так что он сейчас будет принимать ванны. Почтальон. Что-то она как-то жарковато одета. Мои гирани. Красное цветет. А это что-то нет. Ну и все остальное. Тут вот видите. С одной стороны как-то он не как. А вот эта вот сторона нормальная. Может быть его выкопать и срезать эту всю фигню. У меня машинка постиралась. Пойду стирать. Я одну уже вот сняла, разложила. Сейчас пойду другую вешать. Стирку. Сохнет за 2 часа. Да даже наверное меньше. Ай, надо мне знаете что? Положить баклажан. Как раз я этого ждала. И чеснок. Баклажан, чеснок и лук. На салатик. Завтра буду делать салатик. Из-за перца это у меня аж готовый. Что тут баклажан? Не баклажан здоровый. А, потому что у меня тут баклажан для этого. Для... Чтобы починить. А тут тоже какой-то здоровый. Ну ладно. Что теперь поделать? Кему гробить можно. В общем сейчас положу в духовку и буду запекать. Чеснок, лук. В общем, вы все знаете сами. Блин, ну надо же мне было оставить с тестом вот это вот. Где настаивался. Целый день его чищу. Вот так переворачиваю. Тут почистила. Потом опять замочу. Там почистила. Это тренгец какой-то. Блин. А такое большое у меня нету емкости. Где бы мыть. Всего прям туда замочить. И чтобы мыть. Нифига. Я сегодня знаете чем? На пляж собиралась. Проспала. Я эти два дня как-то плохо спала. И вот сегодня прям это мне. Ох блин. Когда насыплю еды. Смотрите. И в общем сегодня оторвалась. Включила этот себе вентилятор. И вот так вот мы с чайной поспали. Пойду сейчас белье снимать. И вот блин чуть-чуть помыла этот. Горшок или как его там назвать. Мультрынгец какой-то. Целый день его мою, его чищаю. Сейчас тут пропылесочу. Вот тут совсем страх. Я вчера же хлеба ночью испекла. Смотрите какие классные они. Пахнет мне реально вкусно. Добавила побольше. Все время забываю эту приправу. Теперь мне надолго хватит. Сейчас буду разделывать вот это. Смотрите сколько там жидкости. Сейчас это все солью. На завтра оставлю. Остальное заморожу. Ну вот смешаю вот со всем этим. А вот. И будет вот такой у нас салат. И мне кажется ничего не будет ему замороженному. Так что вот так. Вот что получилось. Нереально вкусно. И полезно. Потому что это все овощи запеченные. Но это еще полуфабрикат. Рецепт есть на канале. Плайлист. Рецепты ищите. Там вообще много очень вкусненьких рецептов. И вот так это отправляется в заморозку. Удобненько. А это нам на завтра. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите у меня и какие есть. Нашла, откопала наушники. Они через блютуз работают. Это я когда-то мужу покупала на пляж, чтобы он ездил. И вот вспомнила о них. Не заряжаются все дела. Ну блин, у меня от них так уши болят. Страсть. Вообще прям. Вот я прошлась. Не знаю сколько. И прям правое ухо совсем болит. Болит. У меня есть другие наушники в моей маленькой сумочке. Поэтому. А так вообще классно. Удобно, что провод не мотается вот между тобой. Но ужасно болят. Вот это особенно ухо прям болит. Сил нету. Уже все. Я их уже и наоборот перевернула все равно. Солнце какое-то у нас. Смотрите. Так как будто светит. Как будто где-то в тумане. Вот знаете. Хотя не облачно. Ни одного облачка нет. Ну вот летом всегда у нас какой-то как туман идет. Испарение, влажность. Вот. Хотя время уже девять. Солнце пора высадиться. А мы гуляем. Сейчас на другие поменяю наушники. Смотрите. Здесь зона такая есть для детей. Видите это? Они на велосипедах катаются. Разные знаки на дорогах. Вот. И мне это знаете, что напомнило? В садик у нас. В садике тоже были такие дороги. С разметками. Там вот пешеходный переход. Разные другие. Вот нас тоже так учили. Знаком дорожным. И тут вот видите так. Там вот детки ездят. В касках. На велосипедиках. Прикольно. Там. Здесь вот я план видела. Здесь прям что-то такое грандиозное. Классное для детей хотят сделать. У нас тут реставрируют его. Ну, даже не реставрируют. Вот тут вот парк с кактусами. Здесь будет велодорожка. Ее делают туда вот в стороне от всего. В общем, да. Там озеро. Для детей. Вот тут всегда собираются. Молодежь такая постарше. Уже подрестки. Церковь. В общем, красота. Там вот будет велодорожка. А вот тут будет огромная детская площадка. Со всякими горками. Со всякими делами. Чарли душ принял. Вам она, дуча? Вам она, дуча? Бинго! Он душа боится. Не хочет такой сырой. Он неудачно сегодня покакал. Вот. Пришлось его купать. Ну, самое естественное, я искупалась. Потому что такая жарища, духотища. Что такое? Кто-то идет? Нет. Вот. И все. Буду сейчас монтировать. Сейчас потом арбузик себе порежу еще. На ужин у меня будет такой арбузик. Ну, а я включилась, чтобы попрощаться с вами. Не могу я уйти, как говорится, по-английски. Всегда люблю попрощаться. Всего самого лучшего. Улегся, улегся. Там прохладненько, хорошо. И всем пока-пока! Продолжение следует...